20 мая Тверская область вместе со всей страной отметила праздник главной русской реки – День Волги. По этому случаю с одной из набережных Твери было выпущено около 10 тысяч молоди-стерлиди. Мероприятие стало еще одним этапом процесса зарыбления водоемов Верхневолжья. В восстановлении популяции одной из ценных пород рыбы непосредственное участие принял и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Зарыбление в Тверской области ведется уже на протяжении трех лет. В рамках совместного проекта с Росрыболовством. Мероприятие охватывают 9 водных объектов, в том числе на Верхневолжском и Вашневолозском водохранилищах, а также на озере Селигер. Это совместная работа регионального правительства Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, главного бассейнного управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. За три года в водоеме Верхневолжья выпущено порядка 11,5 миллионов мальков и молоди-рыб. В этом году, я думаю, что результат будет еще больше, он запланирован, и в том числе с помощью активных действий природоохранной прокуратуры мы со всеми водопользователями ведем работу, чтобы была полная компенсация в соответствии с законодательством. И планируется к выпуску более 5 миллионов штук молоди. В эту среду выпускали стерлядь. Это ценная порода рыб, которая относится к осетровым. Когда-то очень распространенная в Волге, она сегодня встречается нечасто. Это промысловая рыба, которая занесена в Красную книгу. Это малюк стерлядь. Ей отроды 45 дней. Получена от племенного стада нашего хозяйства. Выращена в экологическом чистом районе Московской области. Выращивается бассейном методом, в бассейнах системы замкнутого цикла. Сейчас стерлядь все реже встречается в верхнем бассейне Волги, так как она чувствительна к загрязнению воды. Но в Тверской области эта проблема активно решается. В рамках национального проекта «Экология» с 2019 по 2024 годы предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация систем очистки сточных вод в Твери, Конакове и других городах. 10 миллиардов запланировано потратить по нацпроектам для того, чтобы повысить качество воды. Это беспрецедентные и очень амбициозные проекты на 80%. То есть отсюда можно будет пить. Параллельно в регионе активно борются с браконьерами. Ведь промысел той же стерляди запрещен законом. Поэтому на водных объектах Верхневолжья созданы оперативные мобильные группы с привлечением сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. В прошлом году ими проведено 75 рейдов, в результате которых пресечено 41 нарушение.